В области началась ответственная осенняя кампания – сбор сахарной свеклы. В этом году перед фермерами стоит задача собрать сладкие клубки с 11 200 гектар. В этом деле уже активно участвуют фермеры из Меркенского, Шуцкого, Жамбылского и Байзахского районов. Однако главной проблемой, вызывающей беспокойство, остается доставка и реализация корнеплодов на завод. Меркенский сахарный завод способен принять только 450 тысяч тонн сырья, тогда, как ожидаемый, объем урожая составляет 600 тысяч тонн. В этом году в области урожай сахарной свеклы у фермеров очень хороший. Один технический сорт дает 7-8 килограммов. Теперь основной вопрос – это доставка и реализация продукции. В прошлом году за каждую тонну, сданную на завод, платили 40 тенге. И в этом году сумма остается прежней. А вот стоимость транспортировки, которая в прошлом году составляла 5 тенге, в этом может снизиться. Мы отправили 4 тонны свеклы. Нам выплачивают 40 тенге за килограмм. Также нам добавляли 5 тенге за дорогу. И 2 тенге мы выплачивали сами. Однако сейчас мы испытываем непростое положение. Теперь нам говорят, что будут предоставлять 3 тенге для транспортировки. По словам руководства областного управления сельского хозяйства, фермеров нет оснований для беспокойства. Проблема реализации корнеплода находится под контролем министра и главы области. Ее решение будет найдено. Если Меркенский завод примет 450 тысяч тонн, то оставшиеся 150 тысяч тонн будут доставлены на перерабатывающие предприятия в Житусскую область. Также уже утверждены транспортные расходы. Сейчас фермерам предоставляем именно такую сумму. К тому же заводы тоже будут платить. За каждый килограмм они будут получать 40 тенге. На открытом пункте приема свеклы в Мерке уже поступает продукция из разных регионов. Начались работы по ее очистке и переработке производства отечественного сахара. Прием свеклы продлится до конца ноября.